Всем привет, меня зовут Илона, и я диджитал-маркетолог из Беларуси, который живет сейчас в Варшаве. В этом видео я расскажу о своих фаворитах ноября, что мне понравилось и от чего я была в восторге. Здесь я расскажу о категориях красоты, дома, что-то из мира маркетинга, что-то из моих увлечений, какие-то книги, фильмы, сериалы. Надеюсь, этот формат все-таки понравится, так что начнем. Начну я, наверное, из такой категории, что достаточно широко, это фильмы и сериалы. В этом месяце мне понравилось два фильма, сериалы я как таковые не смотрела, больше какие-то шоу, поэтому первый фильм это Опенгеймер. Достаточно популярный фильм, в главной роли снимался Киллиан Мёрфи. Если вы смотрели когда-то сериал Острые козырьки, вот он играл там одну из главных ролей, и сейчас он сыграл ее в Опенгеймере. В фильме рассказывается о Роберте Опенгеймере, это человек, который когда-то стоял на пути создания ядерной бомбы. Ну и в целом в фильме рассказывается процесс создания. Достаточно интересно посмотреть и окунуться в ту эпоху, в здание этой ядерной бомбы. Я думаю, это даже интересно прочувствовать состояние самого Опенгеймера, если оно было реальным. В этом фильме будет интересно понаблюдать в целом за развитием событий, как это все происходило, разные манипуляции, интересы и тому подобное. Чтобы окунуться вот в эту атмосферу, мне кажется, нужно подходить к этому фильму с холодной головой. Кто-то из этого может быть правдой, что-то неправдой, поэтому тоже относиться к этому нужно критически, но в целом фильм интересный. Ну и следующий фильм из разряда ужасов. В целом я люблю смотреть ужасы. Такая, наверное, трилогия, по-моему, фильмов. Проклятие монахини. Я люблю такие фильмы, это что-то вроде типа True Story, и также это связано немного с религией. В целом для меня это что-то тоже интересное. Ну и если вы любите ужасы, я в целом рекомендую посмотреть. Следующая категория — это книги. Книги у меня было только две и две художественные, остальные книги разряда нехудожественных. Две книги от автора Агаты Кристи. Я очень люблю детективы. Это «Десять не критят». Я думаю, это очень популярная книга, в том числе и фильм. Я сначала хотела почитать эту книгу, а потом уже посмотреть фильм. Вторая книга — это «Вечеринка на Хэллоуин». Мне сложно не угодить детективами именно от Агаты Кристи, потому что в целом мне это заходит. У меня заходит логика, которая там выстраивается. Она не такая нетривиальная, непростая, а сложная, где-то незамысловатая. Также читала не в ноябре, а раньше «Безмолвный пациент». Тоже детектив. Тоже очень интересная книга, связанная то между на стыке психологии и детектива. Тоже мне очень понравилось. И еще одна книга из разряда психологии — это «Победи депрессию или она победит тебя». Тоже очень интересная книга, но это сугубо для тех, кто интересуется психологией или начинает входить в психологию. Очень будет полезная книга, основанная на когнитивно-поведенческой терапии. Там разбираются достаточно популярные когнитивные искажения, которые встречаются чаще всего в обществе. Каждый сможет почерпнуть для себя, и в целом эту книгу можно не читать целиком, а в целом выборочно, если какая-то глава вас цепляет, вот ее можно тогда и прочесть. А это может стать каким-то помощником вам на пути к изучению психологии и пониманию себя. Следующее, наверное, я возьму косметику и уходовые продукты. Первым, наверное, продуктом станет помада от Catrice. Мат Pro Ink в 0,30 оттенке. Это цвет бордо на моих губах. Я о нем рассказывала об этой помаде в одном из видео о покупках. И в ноябре она мне очень полюбилась. А не носила я ее каждый день. То, как подходит моей внешности этот оттенок, мне очень нравится. И поэтому я его решила добавить в фавориты ноября. Как и любые матовые помады, нужно брать их всегда с собой в сумку, чтобы, если что, иметь возможность ее подправить. Потому что от жирных продуктов она съедается. Дальше моим фаворитом из косметики стал гель для бровей Cloressa. Очень классный гель для бровей. Он сейчас у меня на бровях. Это прозрачный гель, который очень сильно фиксирует брови. В целом, особенность моих бровей в том, что у них очень плотные волоски. Не каждый гель может их зафиксировать. Я очень часто пользовалась гелем для бровей от Everline, от Belor Design, от более дорогих брендов. Но ничто так не фиксировала, как этот гель для бровей от Cloressa. Этот гель стоил бюджетнее даже, чем гель от Everline. Хотя Everline тоже считается довольно бюджетным брендом в Польше. Огромный плюс этого геля для бровей – его щеточка и его консистенция геля. Она у него похожа на силиконовый клей. Ну и пахнет иногда он точно так же, но фиксирует он брови прям как премиальный какой-то продукт, хотя стоит недорого. И поэтому, если вы тоже любите такие брови, которые застывшие прям и не двигаются ни в одну сторону, то вот этот гель вам это обеспечит. Я даже, когда одеваю свитер, я, если чуть-чуть касаюсь бровей, они у меня не сползают вниз. И это для меня большой показатель. Я однозначно еще куплю такой продукт и буду им пользоваться. Следующий продукт – это расческа. Не могла не упомянуть ее, насколько она классная и круто укладывает волосы. Расскажу о своей ситуации. У меня достаточно пористые волосы, и они закручиваются при малейшей влажности. Поэтому, чтобы их уложить, нужно, во-первых, их обычно, как я делала, это я их сушила, а потом укладывала утюжком, чтобы они постоянно оставались ровными. Но когда я купила эту расческу, эта потребность в утюжке ушла. Я просто немножко засушиваю волосы, оставляю их такими немного влажными, и дальше беру расческу, фен, и укладываю волосы вот такие полувлажные. Эту расческу я купила, точнее как, мне купила ее мама, потому что я попользовалась точно такой же у нее, а покупала она мне в Миле. Так что, если вы из Беларуси, у вас где-то есть Мила рядом, я настоятельно рекомендую приглядеться к ней, если она есть в наличии еще, потому что расческа достаточно классная. Ну и в целом можно приглядеться к похожей расческе. У нее помимо зубчиков пластмассовых, есть еще щетинки, и за счет этого она условно прочесывает каждый-каждый волосок, и с напором воздуха он выравнивается. В общем, не знаю, как до конца действует этот механизм, но достаточно круто выпрямляются волосы только с использованием расчески и фена. Отдельный только минус этой расчески, что вот ее за счет таких щетинок очень тяжело почистить. Следующая, наверное, такая большая категория, это одежда и аксессуары. Наверное, пройдусь по первому этой одежде. Фаворитом ноября стала, на мое удивление, куртка из H&M. Она мне очень понравилась, на сайте она выглядит очень странно, но я искала именно такую куртку, которая бы, если что, подошла и под более спортивный вид, и под более классический вид. Потому что все-таки чаще я ношу что-то классическое, а сейчас очень модно делать куртки из спортивного вида, с таким немножко огромным капюшоном, очень оверсайз, и причем оверсайз в ширину, а не в длину. И поэтому я со своим ростом получаюсь таким чупа-чупсом сверху, получается у тебя много объема, а снизу у тебя просто худые ноги. И я нашла эту куртку в H&M, она не такая уже дорогая, но она и не такая супер теплая. Это не пуховик, это что-то между пуховиком и осенней курткой. Вот она между, для того, чтобы куда-то выбежать, сходить там в магазин, на машине проехаться, она максимально удобная. При этом у нее закрывается горло очень хорошо, под нее я все равно навязываю себе шарф. Здесь максимально укомплектовано все, и ничего не продувает. Есть она в нескольких, по-моему, оттенках, точно в черном и точно в каком-то светлом. Я выбрала черную, потому что в целом, наверное, черная мне более актуальна в зимний период времени. Ну и сапоги я себе купила тоже черные. Поэтому черный это выбор этого сезона. Следующий это свитер, который сейчас на мне. Это тоже свитер из H&M. В целом существует такая проблема, что мне тяжело подобрать какой-то свитер, который я буду носить долго. В целом он мне будет долго нравиться. Этот свитер мне пока что нравится, и я ему очень довольна. В нем 5% шерсти, и он еще по более-менее адекватной цене в H&M. Что-то около, там, до 120 злотых. Если еще использовать скидку от H&M, можно купить его даже чуть-чуть подешевле. Есть он также в двух оттенках. Какой-то молочный точно есть. В общем, парочку более светлых, и, по-моему, есть один точно такой же темный. Его особенность в том, что у него сзади такой разрез на горловине и горло стоечкой. Поэтому я искала такой свитер, в котором будет именно закрыто горло. И он немного удлиненный. Его можно носить с более узкими штанами. Ну и в целом достаточно простой, классический цвет, который можно будет использовать в других сезонах. Потому что бывает часто такое, что ты покупаешь какой-то трендовый оттенок, а потом он не трендовый, и ты уже его не носишь. Ну или в целом он, ну, начинает тебе надоедать просто потому, что вот он яркий. И он все, он уже тебе приелся. Ну и самой моей такой драгоценной покупкой, наверное, октября-ноября, были мои кеды. Кеды Converse. Это какая-то новая коллекция их. Я думаю, я здесь ставлю картинку, чтобы их не нести. Очень классные кеды, и я их бы носила до сих пор, если бы не снег. Они на большой подошве, и помимо того, что это выглядит очень как-то элегантно и красиво. То есть это не такой не уличный стиль, но при этом что-то вот на грани уличного стиля и такой какой-то классики. Эти кеды сочетаются очень со многим. Я боялась этой покупки за счет того, что я не была уверена, что я со всем своим гардеробом смогу это сочетать. Но в целом они очень классно вошли в мой гардероб, и носила я их достаточно часто. Вот как я и сказала, что помимо того, что у них большая подошва, и это красиво, это еще довольно тепло. Но проблема всех кед в том, что они из ткани, и в них достаточно холодно, особенно за счет того, что низкая подошва, они тканевые, и их не поносишь слишком долго. В этих же тепло до октября, до конца октября еще точно, в том числе за счет того, что большая подошва. Последнее из этой категории это кольцо. Мое кольцо из какого-то магазинчика в Варшаве. Мы случайно зашли в него, купив это кольцо. Оно черное из агата, насколько это правда. И смотрится оно достаточно классно. Был еще другой цвет синий. Я тоже его бы хотела купить, может быть, позже. Мне он приглянулся, а сейчас я ношу черное, и надеваю я его на безымянный палец. И выглядит это, ну, неплохо, насколько это возможно. На моих пальцах в целом у меня не самые лучшие, наверное, пальцы, которым идут какие-то кольца. А есть люди с очень красивыми руками, которыми идут все разновидности колец. Я не тот случай, но это выглядит достаточно хорошо. Категория дом. Я сюда отнесла нашу покупку искусственной елки. Покупали мы ее в Карифуре. Для меня эта елка из Карифура тоже в свое время была открытием. Поэтому я решила тоже поделиться. Мы обегали много магазинов елками. Мы ходили и в Юлу, и в Ашан, и в Юск, и в Кик. И в какие-то магазины с елочными игрушками. И ничего не было более-менее адекватного, симпатичного. Нам не нужна была высокая елка. Что-то около 80-120 см. Мы искали именно такую. И по цене тоже что-нибудь в пределах разумного. Эта же елка из Карифура стоила порядка 80 злотых. И ее рост, скажем так, 120 см. Это идеальнейшая елка. Скорее даже сосна. Потому что у нее очень пушистые ветки. И очень красивого оттенка. Сами по себе они такого не супер темного зеленого цвета. А кончики салатовые. Из-за чего получаются такие 3D-шные и объемные ветки. И создается впечатление, что это реально настоящая сосна. И вот если бы она еще пахла сосной, это было бы вообще... Цены ей не было. Следующая категория образования. Здесь бы я хотела поделиться онлайн-платформой по изучению польского языка Profilang. Это платформа, на которой можно изучать польский в удобное для вас время. А также получать обратную связь от носителей польского языка. Учеба на платформе происходит в формате лекций. Где каждый понедельник и четверг открываются новые лекции. По грамматике, лексике, правописанию, на аудирование. Вам приходят уведомления о том, что лекция открыта каждый понедельник и четверг. И дальше вы в любое время их смотрите и изучаете. Также есть дедлайны по сдаче домашних заданий. Поэтому у вас есть в целом какая-то дисциплина в этом плане. С каждую субботу приходит уведомление о том, чтобы пройти тест, который закрепит ваши знания по пройденному материалу за понедельник и четверг. Также есть спикинг-клабы по четвергам, на которые вы приходите, общаетесь с вашим лектором. Там группа порядка шести человек, где в очень классном формате можно пообщаться на польском языке. Лектор формирует некие такие группки, где вы можете общаться на польском на какую-то тему. В моем случае это был диалог на тему прихода в ресторан, где я была, например, клиентом, а мой партнер был официантом. И мы придумывали диалог, в котором легко могли общаться. И я даже скажу, что мне было достаточно легко это делать, потому что по своей природе я достаточно стеснительный человек. Мне очень сложно, так сказать, растрясти себя и не стесняться. Но в этом случае мы ползанятия, мы изучали эту лексику на эту тему, проходили несколько диалогов, их разбирали с преподавателем. А потом мы как бы уже на основе этих знаний мы тренировали что-то. Я не ожидала от себя, что я смогу даже что-то произнести. Но в целом у меня удалось. Поэтому я хотела бы порекомендовать эту платформу. Поэтому приглашаю вас в инстаграм или на сайт платформы, чтобы изучить тарифы и выбрать для себя подходящие. Ну и следующая, наверное, площадка это Coursera. Я думаю, все о ней знали, слышали. Те, кто в целом предпочитает обучаться онлайн. Я нашла для себя парочку полезных курсов там. И в целом бы хотела бы продолжить изучать некоторые направления маркетинга на ней. Тоже это комплекс разных курсов от разных брендов, от разных людей, учителей, преподавателей, профессоров. Там есть даже обучающие проекты от знаменитых брендов, в том числе Google. И можно проходить и получать сертификаты. И последняя категория, которую я бы хотела рассказать, это категория развлечений. В ноябре, наверное, конец октября-ноябрь, в целом все мое развлечение состояло из поездки во Вроцлав. И это место я рекомендую посетить, наверное, каждому, кто смотрит это видео. Это очень классный город. Я бы назвала его культурной столицей Польши. Очень красивый город. И вокруг него есть также различные замки и места, которые также стоит посетить. То есть, если вы едете во Вроцлав, можно также заехать, например, в замок Сёнж и посетить его. Он находится, по-моему, в часе езды от Вроцлава и разнообразить свою, например, поездку. По моим ощущениям, вот мы были там уже второй раз. И второй раз был какой-то такой немного особенный, интересный. И рекомендую всегда ходить не по традиционным местам городов, не там старое место, не самые популярные места, а пройтись даже по тем улочкам, в которых редко ходят туристы. Следующее место, наверное, тоже станет очевидным для многих. Это музеум Народовы в Варшаве. Очень классное место. Я на самом деле считала, что в этом музее будет только народное искусство Польши. На самом деле там собраны такие экспозиции, которые не только относятся к Польше. Там есть Древний Египет, Древний Рим, Средневековье. Также очень огромная коллекция картин от польских художников, которые отображают Польшу, наверное, веков 14-15-х. И это классно посмотреть, как выглядела Польша, в частности, там, Варшава в это время. Когда ты видишь на картинке все тот же, например, Королевский замок, который ты видишь каждый день в Старом Мясте. И он там изображен совсем по-другому. То, как видит это автор и как он выглядел в то время. И, наверное, это уникальная возможность ощутить и прочувствовать то время. Оставшиеся две рекомендации. Не знаю, возможно, это в будущем станут мои фавориты. Но я их порекомендую сейчас. Первое — это концерт, джазовый концерт с новогодними рождественскими песнями. Билет стоит от 80 злотых. И пройдет он там во многих польских городах. И мне кажется, это отличный вариант развлечения на декабрь. И второй точно такой же концерт, только это выступление оркестра с музыкой из Гарри Поттера. Это сугубо рекомендация для тех, кто любит Гарри Поттера. И я уже жду, не дождусь, чтобы попасть на этот концерт. Также он пройдет не только в Варшаве, а по многим городам Польши. И билет там стоит уже от 200, наверное, 50 злотых. И я очень рекомендую сходить, но при этом поторопиться. Потому что мест очень много разобранных. И остаются уже достаточно дорогие билеты. И это уже после новогодняя программа. По-моему, в Варшаве это будет где-то в феврале. На этом все. Я надеюсь, вам было интересно. И что-то из этого вы все-таки взяли на заметку. Я буду только этому рада. Также буду безумно рада вашим лайкам, комментариям. В том числе подпискам. И на этом все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.